Краснодарский край с каждым годом укрепляет свои позиции в списке регионов России с самым благоприятным климатом. Тысячи граждан устремляются на юг для смены места жительства. Однако часть людей очень обеспокоена тем, что в скором времени Краснодарский край и его черноморские курорты уйдут под воду. В связи с этим у переселенцев возникает много вопросов. Какие территории окажутся в зоне затопления и есть ли угроза для жителей южного региона? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, почему ни в коем случае не стоит покупать дому море или в горной местности. Последнее время только ленивый не говорит о том, что климат на планете меняется. Многие уверены, что глобальное потепление приведет к мировому потопу за счет повышения уровня океана. И действительно, Краснодарский край находится на берегу моря, поэтому города и станицы около моря могут уйти под воду. Но что же говорят ученые на этот счет? Нас пугают повышением уровня моря на 2 метра аж к 2100 году. Максимальная высота Краснодарского края 3346 метров. И чтобы затопить большие территории края, уровень мирового океана должен подняться на десятки метров. Таким образом, подъем уровня моря для Кубани пройдет совершенно незаметно. Кроме того, ученые утверждают, что вероятность подъема уровня моря на 2 метра крайне мала. И говорят, что прогноз может не оправдаться вовсе. Поэтому можно спокойно выдохнуть. Об исчезновении Краснодарского края в результате мирового потопа речи идти не может. Но вы спросите, а как же все те наводнения и подтопления, которые происходят из года в год? Кстати, напишите прямо сейчас в комментариях, какие районы Краснодарского края, по вашему мнению, наиболее подвержены затоплениям. Если же мы будем говорить про горные районы Краснодарского края, то всему виной близость моря, ландшафт, а также горные реки. Район Большого Сочи, Туапсе, Горячий Ключ, Геленджик, Новороссийск – это те районы, которые подвержены наибольшему числу природных катаклизмов. Ученые уже выяснили частоту таких катаклизмов. Это происходит раз в 10 лет, зачастую сопровождаясь человеческими жертвами. Основная причина заключается в том, что наличие теплого моря и гор способствует образованию больших осадков, которым сопутствует выход горных рек из своих русел и последующее затопление территорий. Поэтому будет логичным сделать вывод, что дома в таких местностях наиболее часто подвержены затоплению. Если же мы будем говорить про степные районы, расположенные рядом с Азовским морем, то здесь ситуация другая. Горы горных рек здесь нет, поэтому природные катаклизмы имеют другую причину. В этой части Краснодарского края велик риск образования нагонных явлений с моря. Сильные продолжительные ветра поднимают уровень моря, вызывая затопление низменных прибрежных территорий, которые имеют обилие водоемов и проток. Как вы знаете, в этом году юг России был подвержен большим осадкам. Некоторые районы Крыма и Краснодарского края просто ушли под воду. Что касается Керчи, Темрюка, Анапы, Славенска, именно они приняли удар стихии на себя. Это районы в степной местности, поэтому о выходе горных рек из русла речи не шло. Но и нагонных волн тоже не было. К всему виной обильные осадки. Почти что годовая норма осадков выпала и затопила дома. Если ученые знают, что территория Кубани подвержена затоплением, то почему не предпринимаются никакие меры, предотвращающие наводнения? На самом деле предотвратить сильный дождь нельзя, можно лишь быть готовым к нему. Зачастую в городах не работают ливневки или же их просто нет. Таким образом, хоть Краснодарский край и подвержен природным катаклизмам, он не уйдет под воду в результате повышения Мирового океана. А если повышение уровня моря и произойдет, то будет крайне незначительным для данных территорий. Понравилось видео и было полезным? Тогда поддержи лайком и подпиской на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!